Это Лаишево. Самый красивый городок под Казани. Невероятная красота, в которой мы остановились. Доброе утро. Мы сегодня приехали в Лаишево погулять по местным красотам, поделиться с вами. Это недалеко от Казани, где-то 60-70 километров. Здесь очень красиво. Старый городочек. Много интересных мест. Здесь татары проводят праздники, свои народные гуляния. Сабантуй называется. Вот у них тут такое интересное место. Летом здесь можно шашлычки пожарить, домики снять. Вакай, скорей давай. Вакай сегодня в упряжку одел. Ему непривычно бегать. Не привык пацан к свободе лишаться. Ничего-ничего, пусть привыкают. Это жилетки. Там очень хорошо, ручка есть удобная. Можно его иногда взять, держать. И с биотановым поводком. Проверим, как он в мороз. У нас сегодня минус 16. Может быть, даже местами минус 18. Мы идем к побережью. Здесь Камское водохранилище. Мы уже были здесь неоднократно. У нас есть ролики. Смотрите, будет интересно. Мы дошли до лесочка, до берега высокого. Сейчас надо пройти через вот этот лесок еще. Вообще невероятно, ребята, красота. Не передать объективам. Просто потрясающе. Вакаха вон в елках. Вакаха, пошли. Вакаха, иди скорее сюда. Молодец. Вперед. 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 Идем по тропке. Хорошо мороз и не проваливаешься. Здесь, конечно, невероятно. Все белое. Вот мы дошли до территории. Мы как-то летом тут делали шашлычки. Попробуем пройти. Но это того стоит. Пробраться сюда. Гуляй можно. Находим компромисс. Хочу порадовать себя в первую очередь и вас. Здесь не чищено, как я и думала. Придется нам по тропке раздвигаться медленно. Но в этой красоте быстро и невозможно. Потому что хочется все снять, посмотреть, запечатлеть. Эти моменты, они врезаются на всю жизнь. Такая красота. Очень много подписчиков у нас за границей. Смотрят и удивляются, какая здесь все-таки красота. И как им ее не хватает там, где более южные широты. Ну, зима у нас, конечно, в Татарстане потрясающая. Сами видите. К моему, конечно, сожалению, я к самому берегу пробраться не могу. Здесь не чищено. Вакай-то уже там. Поэтому я буду сейчас возвращаться. И вакаха меня догонит. Итак, вон сколько прошли. Ну, здесь только летом люди и туристы. А сейчас, к сожалению, только рыбаки ходят. И здесь нету тропки. Потому что здесь высокий берег. Там еще лестница. И вниз эти камни. Сниму напоследок эти леса. Великие сосны, березы. И мы сейчас двинемся в другое место. Тоже высокий берег. Я знаю, где мы точно пройдем. На семь рук. Но мы там были. Много роликов на канале. Про семь рук. Сейчас еще пройдемся здесь. Здесь хотя бы проезжал. Здесь надо на лыжи, конечно, красота. Невероятная красота. Но мы вернемся сейчас в другое место. У нас еще здесь есть несколько пунктов остановок. Поэтому вот. Ну вот, переехали мы всем рук. Сейчас дойдем до берега. Здесь пройти можно. Пока на приезде люди здесь. Могут быть и дети. Чтобы все было безопасно. И ему в пользу. Видите, мы придумали такую пристежку. Я пристегнула его к себе. И мы спокойненько будем гулять. Он уже контролирует расстояние между мной. И уже не дергает. Он у нас сегодня в упряжке. Как настоящие хаски северные. С грузом в виде меня. Какая красота. Сегодня невероятно. Вот прошла женщина с ребенком и с собачкой. С небольшой собачкой. Но мальчик. И вот что я хочу сказать. Что меня страшит в принципе в поведении вакая. Хотя даже нет. Я в нем спокойна. Единственное, что попадаются любые кобели. Маленькие, большие. Неважно. Если они спокойно реагируют. То есть понюхались и разошлись. То вакай никогда не начинает первый. Огрызаться, рычать. Ну может рыкнуть и отойти в сторону. Вот если его не провоцируют. В данном случае собак мало воспитаны. Они как провокаторы кобели. Вот если кобель начинает доминировать. Неважно какой рост. Если он ведет себя достаточно агрессивно. Вакай начинает отвечать. Отвечает Акито всегда жестко. Вот сейчас если бы он был не на привязи. Он бы естественно подбежал понюхать. Но кобель среагировал. Вот этот кобель неуверенный. Маленький, невоспитанный. Он среагировал. И Вака начал сразу. Я не могу сказать атаковать. Отвечать. Он не атакует. Он не наносит какие-то жесткие удары. Но он начинает рычать. Ее как бы ставить на место. А как собака ставить на место? Конечно зубами, рыком. Агрессией. Вот этого нельзя допускать. Потому что ему может это понравиться. Он поверит в себя, что он такой молодец. Он доминант. Он кобель выше всех. И все. И он будет неуправнабельным. Вот этого допускать нельзя. С атаками особенно. Потому что это такая собака-самурай. Любит он гластвовать. И в общем это все ни к чему. К хорошему не приводит. Собаки тоже абсолютно разные попадаются. И более сильные. И более жесткие. И крупней. В общем. Только этого я и опасаюсь. В остальном, если бы я 100% им управляла. Этим поведением. Но я знаю, что этого не получается у нас. Как бы я ни старалась. Он все равно может принимать решения самостоятельно. Это такая порода. Ну я думаю, понятно я объяснила свою позицию. Потому что я ему доверяю. Но вот бывают такие ситуации, где просто я уже не смогу контролировать его на расстоянии. Естественно он будет атаковать. Он не будет ждать моих команд. Это уже стоять. Сейчас я его отпущу вот в этом отрезке. Тут нет никого. Если только вот там. Можно гулять? И все. Здесь может он погулять. Сегодня будний день. Народу нет. Выходные обычно съезжаются. Красота. Вот это пожалуй единственное место, где мы можем подобраться. к камне. Сейчас подойдем. Там высокий берег. Ну вот и наш Вакай. Ну буквально минутку отсутствия. Ну иди ко мне, иди скорей. Иди ко мне. Скорей. Ай молодец. У меня есть вкусняшка для него. Сидеть. Ай какой красавчик. Умница молодец. Умница молодец. Умница молодец. Где-то на территории города. Все. Он начинает метить территории, ходить, мучиться. Если еще унюхает феромон, вообще голова у него съезжает. А здесь ничто не отвлекает от настоящей прогулки. Не успеваю я заснять его прыжки. Великолепные. Ну что, мы вот подошли к камне. Вот она безмолвная целая тундра. Это Камское ордохранилище. Оно очень большое, территориальное. Близко к краю я не пойду. Сейчас тут все обметено. Здесь такие опасные высоты. Можно свалиться элементарным образом. Вакаха, видите, как подходит издалека. Ближе не суется. Вот что значит Аки-то умный. Очень умный пес. Снимаю только на широкоформатные. Здесь такие неописуемые просторы, что не влезут они просто в обычный экран. Стоять. Ай, хорошо, хорошо, мальчик. Молодец. Сегодня у нас сырок вкусный. Мы тут были на Каме. под двух ходили. И раздался оглушительный взрыв. По-другому не назовешь. Оказывается, друзья, это так лед трещит. Я первый раз столкнулась с этим, напугалась вообще. Потому что была одна, уже муж мне рассказал дома. У нас есть тоже видео на канале. Я ссылочку прикреплю. Но это Семрук. Деревня-призрак. Декорации, которые были специально сделаны для фильма, который тут снимали. Кому интересно, можете загуглить Семрук. Там все будет написано. Даже есть геолокация, кто хочет приехать, побывать в этих местах. Всем рекомендую это сделать. Очень интересные живописные места. Вперед! Вот, ребята, только благодаря ему поднялась. Устала уже. Проваливаю сугробы. Он меня прям хорошо вытащил. Хорошо, что у меня есть такая собака. Подъем такой-такой маленький вроде. Но противный. Сейчас сугробы. И нет сил подняться. Вперед! Вперед! Видите, как спокойно он идет. Даже не дергает меня. Очень здорово. Очень здорово! Подписывайтесь! И сейчас... Подписывайтесь! Продолжение следует...